давайте почитаем комментарии которые тут тоже довольно таки интересные комментарии нам пишут вот допустим ирина зазуля не могу ответить я одинаково люблю и собак и кошек ну что тут скажешь любит а вы друзья кто не участвовал еще пока в нашем опросе в этом напишите кого вы предпочитаете больше кота или кошку я тебя предпочитаю только тебя рикуша не переживай ты всегда когда говоришь кого предпочитаете кота или кошку река сразу тебе начинает подбегать даже от воробей мне не так дорог как ты мой зайчик мой котик любимый ты мой так извините это сентиментально пишите кого вы предпочитаете от кого вы бы вы бы выбрались и вот один вариант только код или собака код или собака или кошка своих вариантов нет я не знаю я выбрал бы все таки я не знаю кого я выбрал то семян пишет с праздником 23 февраля спасибо большое вас также так давайте оля иванченко пишет что собаку потому что с котом не нужно гулять в этом есть доля правды если в квартире жить ей отвечать елена че а я гуляю тут светлана пишет я новенькая на вашем канале здравствуйте сколько лет реку откуда он родом светлана очень рады приветствовать вас на нашем канале мы очень любим новеньких реку нашему будет в марте да в марте будет ему два года уже воробью будет год реку будет два года река у нас мальчик молодой пока еще так давайте перейдем другим комментариям кошка в городе так как не требует обязательного каждодневного выгула если заниматься если заниматься этого зверька тоже можно разным командам трюкам научить многие пушистые этому учатся а как умилительно мурчат но собаки все-таки лучшие компаньоны для длительных прогулок лично я считаю как знаете мне нравится такое высказывание что если вы хотите чтобы вас любили заведите собаку если же вы хотите дарить свою любовь тогда понятное дело нужно заводить кота и я с этим высказыванием согласен на не то что на тысячу процентов она миллион процентов тут виктория написала пишет доброе утро кота у меня расти кота у меня в квартире три кошки и котик котенок я тоже новенькая на вашем канале светлана пишет правильно говорит без кота и жизни то доброе утро добрый день вот так ах ты негодяй оседла в моего кота моего любимого кота ну вот уже наездник рады приветствовать вас всех кто к нам только присоединился мы благодарны вам за то что вы находите время к нам присоединиться это одноклассники это youtube а на ю тубе для тех кто на одноклассниках у нас есть канал на youtube называется он домашний зоопарк здесь больше интересного чем в одноклассниках потому что на ю тубе я вылаживаю короткие смешные ролики про наших питомцев поэтому переходите подписывайтесь на канал домашний зоопарк на ю тубе тут еще спрашивает здравствуйте какая-то порода здравствуйте порода у нас уху знаете какой короче мы раньше думали вообще это кот у нас был можно я расскажу рекуша ты не против он если кто не знает мы живем в испании и такое традициональное блюдо традициональная испанская это хамон и вот хамон делается из свиней есть свинки дорогих пород это иберику а есть свинки породы сыра но это более дешевый хамон с белым копытцем я немножко отвлеку сейчас в чем отойду от темы в чем разница между этими породами том что иберика выкармливается желудями на специальных пастбищах это дорогая марка хамона и вот у нас знакомая работал ед на одной такой ферме где выращивают литных этих поросят черная копытца и берику и когда мы ей сказали что мы ищем котика она нам говорит слушайте а у нас там кошечка родила котят приезжайте и выбирайте себе и мы поехали там была такая белая кошка разные глазки у нее были один глазик голубенький а один глазик зелененький мы хотели ее взять но три к нам что-то понравился он самый игривый он в детстве знаете еще такой звук издавал интересный такой выпрыгают на тебя и так как он потом период перестал так делать не знаю почему но перестал тут еще пишут сейчас подожди и вот мы взяли себе реку вот Субтитры создавал DimaTorzok